Всем привет! Сегодня воскресенье, а значит будем говорить об уходе. К сожалению, я не смогла, не успела собрать полностью весь свой уход и полностью все разобрать. Но хотя бы вот эту вот полочку, на которой у меня все хранится, я разобрала. И получилось у меня два таких вот ящичка. В одном я сложила то, чем я буду пользоваться, а во втором то, чем я пользоваться не буду. Об этих продуктах я сделаю более подробный отзыв. Здесь очень много пустых баночек и также те продукты, которые просто лежат здесь в ванной комнате без дела. А здесь именно те продукты, которые я взяла новенькие и те продукты, которые собственно старенькие, о которых мы с вами более подробно будем говорить уже на следующей неделе, когда я все протестирую. В организации у нас особо ничего не меняется. У нас здесь будут средства по уходу за телом. Это трио вот такое вот от Фаберлик. Наконец-таки я его попробовала и могу сказать, что эти продукты действительно работают. Первый шаг это химический пилинг. Второй шаг это тонкая шлифовка. И третий шаг это крем такой вот жидкая перчатка для рук. Действительно работают неплохо и конечно же я их пока оставляю. Далее крем для бритья от Иос. Как-то я его все никак не использую. Далее от Биоперма. Вот такое вот молочко для тела. Если бы у меня ничего не упало в видео, вы бы наверное сомневались. Думали, может это не я снимаю. Так, далее. Здесь у меня пробничек, который я хочу использовать от Лореаль. Масочка, которая у меня увлажняющая. И маска для рук, которую я также хочу использовать на этой неделе. Два средства для лица. Кроме увлажняющей маски, мне на этой неделе нужна будет еще очищающая маска. И сейчас я делаю скраб для лица два раза в неделю, потому что одного раза на данный момент мне маловато. Сейчас кожа довольно-таки сильно шелушится. И чтобы эти шелушения убирать, нужно использовать скрабики. Два вот таких вот дружка от Лореаль. Касаемо средства для снятия макияжа. Я допользовала гидрофильное масло. Сейчас вам расскажу о нем, когда мы перейдем на туалетный столик. И я буду показывать, собственно, другую коробочку, другой ящичек с пустыми баночками и теми продуктами, которые я убрала. Теперь буду более активно использовать молочко. Конечно же, мой несменный дружок это смывка от Estee Lauder. Так, и хочу также взять вот эту вот двухфазную смывочку для того, чтобы она, собственно, не лежала без дела у меня. Далее нам нужны будут умывалки. Из умывалок сейчас добиваю вот такую вот очень крутую, очень классную, хорошую умывалку от Hemish. И хочу перейти на уход от Cosrx. Попробовать Cosrx салициловое кислотой, посмотреть, что да как. Поскольку я не беру никаких кислотных тоников, ничего такого, с удовольствием попробую вот этот вот мини-кит от Pixi. Поставлю его вот сюда вот вперед. Это у нас здесь тоник, бальзам и умывалка, такой вот пил энд полиш. Конечно же, мой несменный фаворит тоник Тайрс. Для области вокруг глаз я добиваюсь, здесь совсем немножко осталось, как раз таки на неделю. Свой крем вокруг глаз от Lancome, Женефик. Очень жирненький, хороший крем. Конечно же, я не могу жить без патчей под глаза, поэтому в обязательном порядке патчи здесь остаются. Также я уже использовала, собственно, свои сыворотки и наполовину использовала крем от Estee Lauder. Но я решила Estee Lauder пока отложить в стороночку, отдохнуть, поскольку я довольно-таки длительный период времени пользовалась этим уходом. Наверное, на протяжении двух, а то и трех месяцев. Двух с половиной точно. И сейчас перейду на уход от Dior. Это вот такая вот сыворочка. Сывороточка у меня тоже миниатюрки, поэтому думаю, что недели две-три максимум мне нужны. Я не могу без крема мойщий сёр. Я уже сюда выдавила 30 мл тюбик крема для того, чтобы пользоваться дальше. Потому что этот крем, он поверх макияжа, под макияж, в качестве базы под макияж, в качестве дополнительного увлажнения, в качестве маски для лица и в качестве всего абсолютно для меня идеален. Моя кожа этот крем обожает на протяжении, наверное, года, а то и больше. Далее. Скраб предназначен для губ, но как-то для губ мне он не очень нравится. Поэтому буду использовать не только для губ, но и как скрабик для рук. Вот так вот он выглядит. Это коллаборация Марии Вэй и Фаберлик. Нужно его заканчивать, чтобы здесь не хранить. Сыворотка от Бивер. Сейчас вот с наступлением осени она у меня пошла гораздо активнее, чем раньше. И действительно, вам рекомендую очень классное средство. Если ваши волосы довольно-таки сухие, если кончики секущиеся. У этой сыворотки очень огромное количество видов применения. Я вам оставлю ссылочку на видео о Бивер. Там я более подробно рассказывала о назначении всех продуктов. Так вот, эта сыворотка реально очень-очень крутая. Если нет денег на приобретение полноразмерной версии, купите миниатюру в 10 мл. Вам хватит ее на месяц, а то и больше. Также у меня осталось немножечко вот этого вот масла от Клоран, стонизирующего для тела. Я думаю, что нужно его допользовать и уже выбросить. Потому что довольно-таки давно стоит. Хочу попробовать вот такой вот фиксатор, как-то с Сифоры в подарок приходил. Для волос тоже оставляю. И детский спрей для волос. Помыла его от пыли. Что-то я о нем забыла. Нужно его достать и поставить вот сюда вот. Для того, чтобы не забывать ребенку утром убирать вот эти вот вихри после сна. Ну что ж, вот такая вот полочка у меня получилась. На следующей неделе разберемся. Все, что здесь стоит. Возможно, что-то закончится. Я думаю, даже несколько продуктов могут закончиться. И заменим некоторые продукты. И сделаем еще больше, еще лучше разбор. А сейчас предлагаю разобрать вот эту вот коробочку. Но уже на туалетном столике. Там лучше освещение. Ну что, приступим? Первое, что у меня здесь есть, это спрей для волос от L'Oreal L'Sef. В данный момент мне этот спрей не нужен. Но, тем не менее, я думаю, что когда-нибудь, возможно, я к нему еще вернусь. Поэтому я его убираю. И далее, так как я пользуюсь сывороткой сейчас от Beaver. Это, по сути, по той же масло. Это, по сути, тоже масло. Поэтому в L'Oreal Professional мне нужно проверить срок годности. Я думаю, до 12-18. Да, 3 года, скорее всего, срок годности здесь. Так, да, 3 года. Ну что, сделать с него масочки. Тогда не буду его прятать, потому что 2 месяца еще срок годности остался. Следующее, это EOS крем для тела. Что с этим кремом для тела? Ничего плохого о нем сказать не могу. Но сейчас пользуюсь Биодермой. Да, пользую Биодерму и тогда перейду к какому-то другому средству. Нет смысла хранить сразу несколько. Далее, ухаживающий фитоотвар для волос. Красота и сила. Ежедневный экспресс-уход. Укрепление по всей длине. Защита от сечения. Волосы легко расчесываются и блестят. Честно говоря, не увидела никакого смысла, никакого толка от этого средства. Поэтому думаю, что вот это средство можно с легкостью от него избавиться, короче говоря. Далее, 2 тоника. Тоник Anti-Blemish Solutions от Clinique. Кстати, я думала, у меня больше осталось. По факту совсем чуть-чуть. Поэтому нужно будет приобрести полноразмер, чтобы он был у меня в запасе и хранился. Или же парочку миниатюр еще вдобавок. Далее, Estee Lauder Perfectly Clean. Это тоник многостороннего действия. Очень он мне нравился. И сейчас я его убираю, потому что буду пользоваться, пробовать, по крайней мере, пользоваться торговой маркой Pixi. Следующее средство. Я сейчас не делаю такие укладки, как ранее. Поэтому нужно тоже проверить его код. И пока временно убираю. Это Revlon 10 в 1. Когда-то я его очень любила. Сейчас убираю. Следующее средство. Не знаю, дать его в добрые руки или что с ним сделать. В общем-то, мне не понравилось. Очень хорошо структурирует этот воск локоны. Очень хорошо структурирует. Но волосы становятся такие, как липковатые. Знаете? То есть, для обладателей коротких волос, может быть, это и подойдет. Но для обладателей длинных волос, мне кажется, это чуть-чуть не то. Далее масочки. Вот долго они у меня там лежали, пылились. Но не хочется мне сейчас ими пользоваться. Поэтому я их уберу пока в дальний ящик. Потом, может быть, вернусь. Oral Essential. Закончила я последнюю вот такую вот отбеливающую полосочку. И теперь они уже идут не с мятой, а с кокосом. Поэтому попробую кокосовые. И тогда расскажу вам, сравню те и эти. Что же из них лучше? Обновленная версия или вот эта вот старая версия. Пустая баночка тоника Tires. Вы знаете, что у меня уже новенькая. Я вам только что ее показывала. Очень люблю Tires. И я думаю, что очень-очень и очень долго он не будет выходить из моей уходовой косметички. Далее. Два средства снова от Oral Essentials. Не понравилась мне вот эта вот штучка. Но выкидывать не буду. Может быть, когда-нибудь все-таки до пользы. Потому что все-таки это практически органический продукт. И не такой он уже и вредный. Просто он какого-то удовольствия от использования не приносит. Закончился гаммаж скраб для рук от Evroche. У меня в запасе есть еще две баночки. В обязательном порядке на следующую неделю достану в использование. И миллион раз попадал в мои фавориты. Вам рекомендовала. И буду пользоваться на будущее. От Estee Lauder. Закончилась у меня и миниатюрка, и полноразмерка сыворотки Advanced Night Repair. Возможно, приобрету себе еще одну. 1300 не на бьюти-партнере. Две с чем-то. Их цена в магазине Bracard. Это 30 мл. Или же, может быть, если будут какие-то акции, и попадется мне вот такая вот миниатюрочка, то тоже буду очень рада. Миниатюрки мне хватает, если пользоваться только ночью, то, ну, в смысле на ночь, то недельки на три. Полноразмерки мне хватает очень надолго. Я пользовалась весной, потом делала перерыв на лето. И в конце лета снова взяла. Очень рада. Очень классная вещь. Действительно могу рекомендовать. Далее, поскольку я убираю уход от Estee Lauder, убираю вот этот вот супер классный крем вокруг глаз. Здесь не так много осталось, но, тем не менее, что-то здесь есть. Допользую крем от Lancome. Там осталось реально на недельку. И тогда посмотрю, что же мне из кремов вокруг глаз взять. Далее, вот этот вот кремчик от Estee Lauder тоже убираю, поскольку убираю весь уход от Estee Lauder в пользу Dior на данный момент. И тоже к нему чуть попозже вернусь. Умывалочку от Estee Lauder я добила. Это та умывалка, которая именно Advanced Night. То есть из этой же серии, из которой сыворотки. Из той же серии, из которой крем вокруг глаз. То есть у меня был такой комплексный уход. И тоник тоже использовала вот этот вот от Estee Lauder. Очень классная умывалка. Действительно приятная, но довольно-таки дорогая. Поэтому, если будут миниатюрки и буду приобретать, полноразмерку приобретать не очень хочется. Мицеллярная водичка от Биодерма. Там даже осталось что-то, но все равно на один раз будет недостаточно. О Биодерме очень скоро будет отдельное видео. Уже вот-вот на подходе. И есть у меня еще две Биодермы. Немножечко с другим направлением. Для жирной и для сухой кожи. Убираю из ванной комнаты мужской уход от Биодерм. Потому что не лежит душа у мужа к всяким кремам для лица. Далее для сухой и комбинированной кожи мылка. От Клиник пока убираю. И пока убираю. Здесь, кстати, немножечко осталось. Потом как-нибудь возьму, добью. После того, как закончу свой скраб от Лореаль. 7 Day Scrub Cream. Очень мелкий, очень-очень мелкий. Очень хорошо шлифующий скраб от Клиник. Вот так вот. Все получается мы убираем. От трех средств я избавляюсь. Это Джованни, вот этот вот воск с бразильским кератином и органовым маслом. Это очень классно, очень крутая серия. Но именно вот это средство не пошло мне. Убираю миску и вот эту штучку. И абсолютно бесполезный ухаживающий фитоотвар для волос, красота и силы от чистолинии. Вот эту вот штучку поставлю в применение. Может быть масочки на ночь перед мытьем головы. То есть, если я знаю, что я буду утром мыть голову, то буду в качестве масок использовать вот это вот средство. Ну что ж, на этом все. Если видео было вам интересно и полезно, конечно же, ставьте лайки. О той косметике, которую я убираю, я сделаю вам подробный отзыв в аккаунте Beauty Review на недельке. А та косметика, которая сейчас у меня в тестировании, ждет, собственно, того же тестирования. И в конце недели, в следующее воскресенье мы с вами вместе разберем мой уход. Надеюсь, мы как-то более глубоко это сможем сделать, потому что уходовых запасов много. Что там в уходовых запасах помнится уже слабо. Поэтому мы дойдем еще до ухода за телом, до антипроспирантов, шампуней и всего прочего. Ну что ж, на этом все. Пока-пока, до скорых встреч.